Всем привет, друзья! С вами снова я, What's Boy Gamer. Ну что ж, сложим все лишние вещи в сундук и пойдем уже играть. Ну что ж, дальше по сюжету у нас, значит, Undyne. Нет, сначала Папайрус и... Так, и свидание с ним. Кусочек снеговика, пусть лежит. Доброженный путь будет, грубая перчатка. Лисковый пирог нафиг, грубая перчатка нафиг. Потом Тэмми можно будет продать. Хай, я Тэмми! Игрушечный нож. Продать можно будет? Коуч и пончик? Пусть будет просто так. Я не собираюсь его использовать, хотя... Пусть, пусть будет. Приветствую, путник. Чем я могу вам помочь? А, продать? Что? Продать мне что-то? Моя лавка что, похожа на ломбард? Не знаю, как это работает там, откуда вы пришли, но... Если я начну тратить деньги на старые ветки и использованные бинты, то мигом выйду из дела. Не спешите. А, желаете поговорить? Поздоровался. Приветик. Добро пожаловать в Снежний Град. Непривычно видеть новое лицо в нашем городке. Откуда вы пришли? Из столицы. Вы не похожи на туриста. Вы здесь сами по себе? Чем здесь заняться? Интересуетесь, чем бы заняться в Снежней Граде? У Грилби вы можете утолить голод, а в библиотеке найти что-нибудь интересное. Если вы устали, вы можете вздремнуть в гостинице. Это прямо за следующей дверью. Маэстратам за главного. А если вам скучно, можете просто сесть и понаблюдать, как дурачатся те скелеты. Их двое. Думаю, они братья. Они просто однажды здесь объявились и обустроились. В городе в том момент стало куда интересней. История города. Попробуйте вспомнить урок истории. Давным-давно монстры, живущие в руинах, вернулись в лес. Короче, мы все решили покинуть руины и направиться к выходу из пещер. По пути часть пушистого народа решила, что им нравится холод, и разбил лагерь в Снежнекраде. Во. И даже не думайте о том, чтобы исследовать руину. Дверь была закрыта многие годы, так что, если вы не призрак, или не можете вырыть подкоп, задумайтесь об этом. О себе. Ой, не туда вышел, извините. О себе. Жизнь вполне обычная. Немного, ну, клаустрофовная. Но все мы глубоко внутри знаем, что свобода придет. Не так ли? Пока у нас есть надежда, мы можем скрипеть зубами и сталкиваться с тем же бедами день за днем. Такова жизнь, неправда ли? Так, ну что еще меня интересует? Меня интересует что-нибудь купить. Что бы вы хотели купить? Грубая перчатка, мужицкая бандана. Но нужно ли нам? В битве с папайрусом 50 монет? Пока да. Два скему. Лечит 11 по 2х. А это лечит 22. Но это выгоднее в плане инвентаря. В плане инвентаря выгодно. Не спешите. До свидания. Возвращайтесь снова. Нормально. Так, что у меня по инвентарю? Вещи. Доброжная мужицкая бандана. Не воспользовать. Вы пикировали, экипировали мужицкую бандану. Рикардо Миллса. Так. Выцветшая лента. Этеми продадима. У меня всегда есть кому продать. По сюжету мы ее еще не встретим, но почему бы и нет. Получается, сколько у меня хилок? Да, я сохранился уже. Так. Извините. Доброжная и два скимо. Раз. Это по два. Два. Четыре. Шесть. Восемь. Двин. Десять. Десять. Одиннадцать плюс Доброжная. Десять плюс Доброжная. Одиннадцать. Так. Отель. Добро пожаловать в гостиницу Снеграда. Главный отель Снеграда. Одна дочь. А. Одна. Фу, блин. Одна ночь стоит 80 монет. А. Остаться. Уйти. Остаться. Потому что нам их вернуть, насколько я знаю. Плюс это отличный способ. Без убийств себе хп накрутить. У вас нет даже 80 монет? О. Бедняжка. Я могу лишь представить, через что вам пришлось пройти. Одна из комнат выше по лестнице. Пуста. Вы можете поспать там бесплатно. Хорошо? Слушайте, даже так. О. Три этого лежат. Как его? На кого он похож? Цветок, блин. В обличии теленка этого. Короче, хрен мы поспим, блин. Тьф. Они музыку из Энтертейла, что ли, пойдут? Храпят. Точнее. Приветик. Вижу, вам отличный способ. Ага, конечно, да. Когда такие соседи. Что невероятно. Потому что вы пробыли в кровати около двух минут. Приходите снова, если устанете. Короче, это халявная штука. Мама говорит, что сам может восстановить ваше здоровье выше максимального ОЗ. Что же еще за максимальное ОЗ? Что еще может так восстановить? Убийство. Убийство. Что еще за максимальное ОЗ? Я без понятия о чем. Очки здоровья. Так, что у меня по очкам здоровья? 30 из 20, вот видите? Неплохо, неплохо. А, вот с ним можно поговорить, потому что они тогда убежали все из города, когда единоциден. Та девушка. Что-то в ней смущает меня. Разве мой маленький корочка не милашка? А пушистик такой очаровашка, хи-хи. Пуш-пуш-пуш-пуш-пуш-пуш-пушек. Кажется, я понял. Хотя нет, забудь. Забыл? Ужасные дети мучили местного монстра. Вешал украшения на его древовидные рога. Благо я их хоть спас в прошлой серии, этого монстра. Так что мы начали дарить тому монстру подарки, чтобы ему не было так плохо. Теперь у нас традиция, класть подарки под наряженное дерево. Ой, черканул по микрофону, извините. Возможно, хорошо, что те люди мучили, что те дети мучили монстра. Нет, Чел, нехорошо. Это дерево украшено с любовью. Некоторые подарки адресованы от Санта местным жителям. Йоу, ты тоже ребёнок, да? Я так говорю, потому что ты носишь полосатую кофту. Действительно. Интересно, тот черной скелет, ребёнок или взрослый? Не знаю. У этого города нет мэра. Но если возникнет проблема, скелеты расскажут. О ней рыбий леди. И вот это политика. Политика. Угрюбил. Вот это пати, конечно. Смотри, куда садишься, малыш. Потому что этот здоровяк запрыгнет тебе на колени и подарит тебе море любви и внимания. Случит опасно. Мы дозорные, но никогда не получали хоть какого-либо уважения. Я надеюсь, эти скелеты бросят нам кость. Вот это шутка. Мы ледуем в кости. Так, это повторяется фраза. О, Дога. Я думаю купить себе шипастый ошейник, демонстрирующий мою натуру. Это заявление, типа, наденьте на меня поводок и возьмите меня на прогулку, пожалуйста. Че, ты, по-моему, переел немного. Он играет в покер. А, это тот чел, который писовика лепил. Он играет в покер против самого себя. Кажется, он проигрывает. Действительно. Против миски он играет. Сегодня я закинул удочку на несколько девушек. Говорят, в море много рыбы. А, это тот чел, да? Который, вы позвоните мне. Вот мой номер. Ну, я серьезно. Я их прям хочу замутить с рыбкой. А ведь мог бы подкатить контайн. Но, думаю, ей уже кто-то нравится. Грюкс предлагает налить стакан воды. Хотя делать этого он не торопится. Грюкс предлагает налить стакан воды. А. А с ним нельзя поговорить. Ну ладно. Разве человеческая еда не отличается от еды монстров? Она делает такую вещь, как переваривается. И так, когда ты ее ешь, она проделывает путь через все твое тело. Отвратительно. Хотел бы я такое попробовать когда-нибудь. Еще я слышал, у них есть штуки, называемые обарными. Тут ошибка просто в переводе. Столицы становятся довольно-таки тесно. Так что я слышал, они собираются съезжать сюда. Хм. Не хочу видеть, как пропадает наша культура. Но я точно хочу увидеть, как какие-нибудь городские щеглы плюхаются на заднице. Да, пусть едут. Музыкальный автомат Солом. Это я читал на 11 сентябре. Не важно, куда я еду, везде тоже меню. Те же монстры. Помогите, мне нужны новые напитки и... Горячие парни. А, бармен в каком-то смысле горяч. А, ну да. Все веселятся и подкатывают. А, подкатывают. Подкалывают. Да, подкатывают. Очень весело. Все веселятся и подкалывают друг друга, пытаясь забыть о нынешнем кризисе. Мрачность, давка, нехватка солнечного света. Я бы к ним присоединился, только я не очень смешной. По крайней мере, я никого не подкалываю. Мы все знаем, по земле есть проблемы, но мы продолжаем улыбаться. Почему? Мы ничего не можем поделать. А так, чего тогда печалиться? Широко улыбается. Широко улыбается. Давай играть в монстров и людей. Ты ведь не попросишь меня опять играть за человека, так ведь? Ах, снова бы стать молодым. Мир тогда казался безграничным. Ах. Ах, что это за чудесный стук? Может, если я не буду отвечать, я услышу его снова? Мое терпение вознаградило меня. Ах. А, все, да? Ничего не будет больше. Так, ну, в этот раз отсылки тут нет. Ля какой. Ля какой. Боров. Других жирнее могов. Слушайте, сегодня отсылки так и прут. Библиояка. Ну, естественно. Я люблю работать над газетой. Здесь так мало новостей, что мы просто наполняем ее играми и комиксами. Так, оно повторяется. Хо-хо. Давным-давно мои учителя давали мне филборды, когда у них кончались задания. Я считал это пустой тратой времени. Но взгляни на меня сейчас. Я самая первоклассная создательница головоломок с поиском слов во всем подземелье. Хо-хо. А, ну да, это повторяется. О, астигматизм. Этот, твой взгляд. У тебя были трудности с решением путаниц до монстрят, не так ли? Твари, он все знает. Добро пожаловать в библиотеку. Да, мы знаем. На вывеске ошибка. Ага. Так, ну тут я, кстати, все читал. На пацифике. На геноциде. Чуть на пацифике не сморозил. Этот почтовый ящик. Принаполнен непрочитанным спамом. На почтовом ящике написано Папайрус. Заглянуть внутрь, да. А он пустой. Закрыто. Сегодня мы исследуем Снеград. Закрыто изнутри. В смысле? Кто там спит? О, кстати, прикольная штука. Уи-и-и-и. Приехали нахер. Обратно. Как все запущено. Человек. Позволь мне рассказать тебе о некоторых сложных чувствах. Чувствах как? Довольствие. А удовольствие от того, что нашел другого любителя пасты. Восхищение чужими навыками. Решение головоломок. Желание знать. Кого-то клёвого, умного, кто считает тебя клёвым. Это чувства. Они довольно... Да, они должны быть тем, что ты испытываешь прямо сейчас. Мне неловко, а мне тяжело представить, на что должны быть похожи эти чувства. Извините, я запинаюсь, я уже четвёртую серию подряд записываю. Однако я крайне восхищен. Я даже не думал о том, что значит иметь много друзей. Мне жать тебя, одинокий человек. Но волнения нет. Об одиночестве забудь, ведь этому не забывать. Я, великий Папайрус, стану твоим. Нет. Нет, это всё неправильно. Я не могу быть твоим другом. Ты человек. Я должен поймать тебя. Тем самым, я могу осуществить мечту всей своей жизни. Могучий, популярный, авторитетный. Таков Папайрус. Новый член Королевской Стражи. Попытаемся не сдохнуть. Я тренировался. Папайрус преграждает дорогу. Ух, музычка пошла. Перетовать. Что? Плерт? Так ты наконец-то покажешь свои безграничные чувства. Ну что же, я скидля с очень высокими требованиями. Давайте попробуем ни разу не сдохнуть. Я умею готовить спагетти. У меня нет отличительных качеств. Я умею готовить спагетти. Обязательно нужно замутить с Папайрусом, потому что ты... Не знаю, можно ли это обойти, но... Да, на генадусе можно это обойти. Это я делаю для того, чтобы пройти на истинного нейтрала. Вроде как... Ой, на истинного пацифиста. Вроде как это влияет. Я умею готовить спагетти. О нет, ты подходишь по всем моим требованиям. Я полагаю, это значит, что я должен пойти на свидание с тобой. Давай, устроим свидание потом, после того, как я схвачу тебя. Вот это атаки, ё-моё. Папайрус размышляет о том, что надеть на свидание. Тут выбор. Или подставиться ему и сдохнуть, типа сдохнуть. Он до одного хп тебя доводит, и ты, естественно, становишься этим. Поверженный. Но при этом четыре фразы можно так выдать, если он четыре раза тебя убьет. Но при этом, если ты победишь его, ни разу не сдохнушь, тоже будет фраза. Я не знаю, что выбрать. Давайте просто ни разу не сдохнем. Как по обстоятельствам, короче. О нет. Давай, устроим свидание потом, после того, как я схвачу тебя. Папайрус размышляет о том, что приготовить на свидание. Флёртывайте. Вы флёртуете, но без толку. А, но без толку. Кажется, они расшевелят битву. Давай, устроим свидание потом, после того, как я схвачу тебя. Папайрус шикнул костяным одеколоном за ухом. Я заметил. Вы флёртуете, но без толку. Кажется, действия не расшевелят битву. Давай устроим свидание потом, после того, как я схвачу тебя. Стоп, что я не так делаю? Папайрус капнул соусом маринада за ухом. А, всё-таки, нормально всё. Вы флиртуете, но без толку. Давай, устроим свидание потом. Я тупой? Назнул МТТ брендовый красавчиком кремом за ухом. Красавчиковым. Оскорбить. Как самоотверженно. Ты хочешь, чтобы я обрадался битве с тобой? Я не заслужил такого радушия от тебя. Слушайте, продвигается, похоже, всё-таки чё-то. Нужно его оскорбить, ничто ещё раз. Папайрус посыпал МТТ брендовый аниме пудрой за ухом. Оскорбить. Оскорбить? Не, ну нужно себя обманывать. Твои калкости скрыты. Скрытывают скрытую при... При... За Настей, ты Эмма. Чего? Какой Эмма. Короче, шрифт какой-то странный, я ничего не понял. Папайрус посыпал... Попрыскал МТТ брендовый аниме соком за ухом. Ой. Вы флиртуете. Давайте устроим свидание. Давай устроим свидание после того... Как я скачу тебя? Он будет атаковать меня, нет? Чел, приём. Оскорбить? Нет. Не трать свои слова на меня. Алло, приём. Парусь намазал МТТ брендовый йогурт красоты за ухом. Он... Он... Он сейчас себе дыру там протрёт. Вы оскорбляете, но без того. Кажется, действие не расшевеляет битву. Не трать свои слова на меня. Что делать? Может удариться? Парусь узнаёт, что у него нет ушей. Ой... 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 Это битва сложнее, чем... С этим. А, вот. Посидеть ещё можно. Чем с Сансом. Морально. Так, ты не хочешь траться? Тогда посмотрим, как ты справишься с моей знаменитой сильной атакой. Вот это атака, ё-моё. Как уворачиваться, действительно. Даже догадаться не могу, Папайрус. Ну, честное слово, вот это атака. Кстати, были бы эти кости белыми? Может он так будет доводен, если попадусь? Теперь ты синего цвета. Это моя атака. Хе-хе-хе-хе. Теперь вы синего цвета. Пожидите. Хм-хм. Я думаю, что бы мне надеть. Начинается. Папайрус хихикает. Что? Не думаю я ни о каком свидании. Я просто чу-чу-чура сагус. Я же вам говорил, моя слабость это лёгкие игры. Лёгкие игры, значит я страдаю хернёй и врезаю всё, что можно. Папирс? А. Папирс оценивает свои возможности. Зажимай вверх, чтобы прыгать выше, господи. Да знаю я, кого ты лучишь. Я геноцид, прошу. Остань. Ууу. Папирс оценивает... Папайрус всё-таки, пусть Папайрус будет. Папайрус оценивает свои возможности. Ага. Не заставляй меня использовать мой специальную атаку. Неплохо, неплохо. Папайрус очень старается быть хладнокровным. Я почти ощущаю вкус моих будущих популярностей. Воу, найс и вброс, чувак. Почти по двою. Папайрус готовит бескостную атаку, а затем тратит минуту, исправляя свою ошибку. Ну да. Я не один тут фрейли, да, получается? Он тоже. Папайрус, глава королев... Папайрус, глава королевской стражи. А ты неплох. Папайрус грохочет костями. Папайрус, непревзойденный спагитор. Ни хрена себе. Папайрус грохочет костями. Анда, правда будет гордиться мной. Поздно. Экран не сдвинулся, я не успел. Благо у меня хоть хилок, хоть жопой жуй. Папайрус очень старается быть хладнокровным. Король подстрижет и сгорать в форме моей улыбки. Это, кстати, правда. Какая сложная атака, я охереваю просто. Папайрус готовится к осотяной атаке. Мой брат, но он сильно не изменился. А, не изменится, но... Папайрус шепчет. Ну, на, и будет магией восхищаться, на. Но, ты заткнешься уже, блин. Папайрус очень старается быть хладнокровным. Полюбит ли меня кто-нибудь так же искренне, как ты? Из чего ты взял, чувак? Отпусти меня. Нахрен. Я уже фейлить начинаю с того, что я туплю. Логично, кстати. Правда. С чем я еще хилки брал? Я так неплохо справляюсь. Папайрус... Папайрус. Папайрус не хихекает. Такие, как ты, большая редкость. Угу. Ага. Ну, ты да, ужару. Папайрус грохочет костями. Доброжены? Эти когти настоящие? Ваши ОЗ восполнят до предела. К чему это? И попасть на их свидание будет... На свидание будет тяжеловато. Моя ошибка. Возле угла экрана нельзя стоять. Вот, все. Папайрус очень старается быть хорнокровным. После того, как я свочу тебя и сам. Опять забываю про конец экрана. Все? Папайрус хитит. Ах. Да кого это волнует, вставайся. Ни хрена себе, не ожидал. Не ожидал, Папайрус. Молодец. Хреллюсь ради тебя, друг мой. Папайрус грохочет костями. Ну что ж, продолжаем. Отлепли меня ненадолго. Так, пощадить? Сдавайся. Или готовься встретить мою специальную атаку. Да, сдающий уже сдаюсь, отпусти. Папайрус готовится к костяной атаке. Два скемо. Вы съедаете доски мол. Да, очень скоро использую свою специальную атаку. А, все-таки задел твой. Папайрус шепчет. Хе-хе-хе. Еще чуть-чуть, и я использую специальную атаку. Да давай ты уже. Подыхать я не собираюсь. Было неожиданно. Ни хрена себе. Папайрус очень старается быть ходнокровным. Это твой последний шанс перед специальной атакой. Ты опять забыл, а под конец экрана скажите мне кто-нибудь. По-моему, я сам сам меньше мучился, честность. Папайрус готовится к костяной атаке. Узри, моя специальная атака. Что за черт? Это моя специальная атака. Эй, ты, губый пес. Ты завяжешь меня. Хватит жевать эту кость. Эй, что ты делаешь? Вернись сюда. С моей специальной атакой. Ну ладно. Я просто использую очень крутую и необычную... А, очень крутую и обычную атаку. Папайрус готовится к обычной атаке? Эх. Я даже вспоминать начал уже эту игру. Здравствуйте. Куу! Дюд! ой лягку а это финал не спрашивайте как я так лечу сам не знаю как это работает вот это атака все-таки я попал на нее представляешь что ясно ты не можешь победить меня я вижу что ты рожишь от страха и потому я великий попарусь решил ударовать тебя страдания я посижу тебя человек это твой шанс принять мое смилосердие попарусь ущадить вас я справился с первым разом я даже не могу остановить такого собака как ты когда им будет разочарована я никогда не попадал в королевскую стражу и моё количество друзей останется прежним что вы скажете будем друзьями конечно правда ты хочешь со мной дружить ну тогда помогаю я думаю я могу сделать папашка для тебя вау у нас тоже не по праву а первое свидание а я уже умудрился попасть в фронт-зону кто знал что чтобы завести друзей надо было заставлять их разрешать головоломки там и сражаться ты многому научил меня человек сим я дарую тебе разрешение пройти дальше и подсказку как выбраться на поверхность продолжаете вперед до конца пещеры когда настигнешь столицы пересеки барьер удерживающий нас под землей магическую печаль что угодно может войти но ничто не может выйти за исключением того кого-то сильной душой кого-то как ты вот почему король хочет заполучить человека он хочет открыть барьер с помощью силы души тогда мы монстры сможем вернуться на поверхность я чуть не забыл тебе сказать чтобы добраться до выхода тебе придется пойти через королевский замок король всех монстров он такой в общем большой пушистик каждый любит этого парня я уверен если ты просто скажешь простите меня мистер риму могу я пойти домой он пройдет тебя прямо через барьер сам в любом случае я буду дома как крутой не стесняйся приходить ко мне ну полетел нормально чисто ну чтож сохранимся и принципе все снежный град так пайрус нам нас там ждет там будет квест не знает стоит ли его проходить хотя вам показать стоит не знаю нужен ли он для истинного пацифиста вроде как нужен давайте не вы лучше рискать и пройдем ведь такого дружелюбного города выполняет вас решимостью снежный град город ну что ж всем спасибо за просмотр всем удачи всем пока ждите новой серии